Я так понимаю, что вот на этот момент Шелли Мэрли, вы уже бросили курить? Я не могу вспомнить, вы знаете, нет. Думаю, что да. Мне кажется, да. Я не курила 16 лет, да. Фигура здесь завидная, просто, ну как вообще и всегда, но вот просто на фотографии особо видно. Мама умеет держать себя в руках. Я бросил в конце 80-х. А вот как вы умеете себя держать в руках? Это очень просто вообще-то на самом деле, потому что у меня есть спектакли, которые идут в течение 10 лет. Значит, если 10 лет назад вам вшили костюм, то вам никто его перешивать не будет. Нет, в воду здесь его безысходность. Ну, это будет некрасиво, это будут какие-то вставки и так далее. Поэтому если ты надеваешь и чувствуешь, что тебе это чуть маловато, значит, тебе нужно перестать есть. В этом жанре очень мало у нас снимали и снимают. Нет потребности у зрителя в таком роде? Нет, потребности есть. Или не умеют? Это очень трудный жанр. У меня-то он случайно получился. Ребята пришли с предложением снять фильм про что-нибудь такое, комедию положений с двойниками. Ну, я так, ну, что там, двойники уже надоели, понятно, как будет. Давайте уж хотя бы тройники, так сказать, будут. Тетя, сколько всего было младенцев? И куда вы нас расставали? Четверо. Вот, вот, вот вы, Патрик. И дальше начал сочиняться. С стройниками это ваша идея, да? Моя была, да. Слово за слово, что называется, сочинялась эта история. Если найти где-нибудь самые первые варианты, даже поверить невозможно, что это первый вариант фильма Ширли Мэр. Я помню, как сочинялось, как они сидели в кабинете у папы, и как там стоял бесконечный, ну, даже хохотом это назвать трудно, потому что была какая-то другая мера. Ржание. Да, ржание. Это есть моя супруга Дженнифер. Ядренка-черышка, негры. О, ядренка-черышка. Дженнифер изучает современный русский фольклор. Дальше еще в момент, когда они хохотали, еще продолжалось какое-то накидывание, накидывание, и еще следующая волна смеха, а уж тогда, ну, что-то надо, может быть, вот так уже довести до этого абсурда. То есть еще сошлись три очень, ну, наверное, не три, Виталик Маскаленко, что-то его подвижный. Только так мог родиться вот этот, в частности, сценарий, он вообще, мне кажется, особняком стоит в нашем кинематографе, это фарс. Сейчас я бы никогда на такое не замахнулся, правда. Почему? Не знаю, это вот... Сложная задача. Сложная постановочная картина. Четыре экспедиции в картине. Америка. Актеров какое количество собралось. Все удалось. Я счастлив, что она существует в памяти народной. Ну, это время, надо вам сказать, что это единственный режиссер, который, в принципе, снял вот это безумное время, в которое мы существовали. Музыка. Музыка.